Друзья, привет! С вами мной, Flaversblog. И сегодня у нас на обзоре кальян от компании Hooka Machine. Да, это украинская компания. Они локализируются в Чернигове. И вот прислали нам на обзор свое творение. Ну что ж, сейчас он у нас в разобранном виде. Кальян полностью разбирается. Постепенно будем его собирать и показывать вам деталь. Начнем, наверное, с главного шахта. Да. Давайте начнем с материалов, из которых он изготовлен. Все материалы, как нам утверждает производитель, это пищевой алюминий. Ну, по сути, похоже на это. Ну, насколько он пищевой, я не могу оценить так визуально. Ну, то, что это алюминий, это точно. Покраска, это, наверное, как-то... Термостойкий порошок. Термостойкий порошок, вот. Ну, и она, причем, это не просто гладкий порошок. Она идет с напылением. То есть, есть песчинки. Ну, они ощущаются на... Если его потрогать... Блестит на солнышке. Вот, я думаю, он будет видно. Ну, или там на крупных кадрах. Он блестит, прикольно выглядит. Ну, просто прикольно. Не знаю, что-то необычное. Я такого в кальянах, во всяком случае, нигде не замечал. Ну, да, на самом деле, неплохие. Ну, неплохо смотрятся. Здесь же идет... Это вход под шланг. Ну, как наферно, блин, шланг. И вот у нас такой маленький клапан. Клапан такой, ну, ничего такой прикольный. Он напоминает на старбозе, да, клапан? Да, ну, похож. Но при этом они какого-то другого материала. Абсолютно не отсюда вообще. Ну, то есть, вероятно, это покупные элементы. Ну, они просто по лучшему качеству даже более. Вот у нас насадочка для чашки верхняя. И блюдце. Блюдце, честно сказать, качество вообще плохое. Ну, просто оно, не знаю... Мне кажется, что я его спокойно могу гнуть пальму. Ну, так и есть. Ну, не надо его гнуть. Вот. У ребят тоже свою мундштук. Шланг сейчас не родной. Это шланг, по-моему, от Темпла. Ну, мундштук. Ну, обычный прикольный мундштук. Ну, да, интересную форму придали. Ну, в общем, выглядит все это достаточно неплохо. Колбы пока что у них свои нет. Прислали нам обычную. Обычная. Это сирийская колба. Воды мы уже в нее набрали. Ну, что дальше говорить? Давайте будем начинать его собирать уже. Ну, вот сделаем это. Так. А, вот. Да, есть еще, кстати, нюанс. Черный, черный. Ну, белый, белый. А, ну да. Хм. Единственный минус, который вы заметили сейчас. Это очень длинная резьба. Ну, просто зачем мне вот так вот... Я вот кручу и кручу. Очень долго крутить получается. Не единственный. Еще у нас... Почему мы не сняли сейчас уплотнитель? Расскажу вам эту длинную историю. Потому что он вообще не налазил. Вот тот трёхный уплотнитель, который мы прислали, сюда не налазил. Мне пришлось сварить его, чтобы он стал мягким и кое-как натянут. Ну, да. Снять его сейчас, если снимешь, вряд ли уже обратно наденешь. Качество, они... Ну, очень плохое. Уплотнитель нужно поменять. Это, я надеюсь... Ну, это мы уже сказали. Производители просто примут на заметку. Ну, не всё же сразу. Коннекторы. Так, сюда один. Коннектор вот сразу с шариком. Отсюда ничего не выпадает. Он туда запрессован. Не знаю, плюс это или минус. Но не потеряется. Он, во-первых... Кстати, вот, честно сказать, начинаю одевать, и здесь краска немножко облазит на столе. Ну, это, наверное, не нужно было его снимать. Ну, а как вот... Кальян разборной, да. Кальян разборной, да. Кальян разборной, поэтому... Ну, захотел ты всё промыть, вот, все, все выходы. Ну, не знаю. Мне кажется... Ну, если он разбирается, то он должен разбираться. Ну, садится всё вполне плотно. Очень, очень хорошо. Клапан? Вот клапан. Шарик в нём пластиковый. Ну, как обычная пулька. Ну, это хорошо он залипать не будет. Ну, не должен, на этом случае. Да. Итак, пробуем надеть на колбу. Опять же, здесь есть небольшой нюанс, как мы уже говорили. Как в детственнице, да? Правда, тяжело надеть. Но, тем не менее, надели. Уплотнитель этот прям выпирает между кальяном и колбой. Ну, в смысле, между шатлой и колбой. Но, тем не менее... Ну, Гаррой, если это может придраться, начинаем. В принципе... Блюшка так надевается. И опять же, десять тысяч метров резьбы. Так. Грутим, грутим, грутим. Собственно, вот, есть. Всё, жёстко закрепили. Всё, стоит. Устанавливаем шланг. Вот так вот. Ну, и проверяем тягу. Ну, тяга, тяга класс. На самом деле, тяга очень хорошая. Ну что, будем пробовать его курить? Ну да, забьём чашку, поставим, посмотрим, что из него будет. Не разрушай нам студию. Вот. И... Скажем своё мнение. Итак, чаша забита. В угли уже прогреваются. Сейчас будем курить. Важный момент. Забыли напомнить, сказать вообще, в принципе, что кальян этот называется гетто. И это потому, что он чарный. На самом деле, не знаем откуда производитель взял это название. Возможно, ему что-то напомнило. Как художник нарисовал что-то. Не знаю, информации у нас нет. Давайте будем раскуривать. Кстати, ещё один момент, который я хотел уточнить. Как насчёт того, что облазит ли краска. Вот сейчас я его потру так хорошей. Меня смущает, что песок может оставаться просто на руках или на чём-то. Ну, нет. Не знаете. Ничего не облазит. Всё хорошо. Здесь здорово. Отлично покрыто. Друзья, ваму сказать, что тяга здесь очень хорошая. Действительно, она... Она легче, чем у КМ. Вот если так сравнивать. Но не дотягивает до тяги Эмми. То есть, вот что-то между КМ и Эмми. Ну, приятная тяга. И кальян достаточно тихий. Ну, есть же такое мнение о том, что у Эмми слишком лёгкая тяга. Так вот, наверное, вот эта золотая тяга. Ну, да. Здесь вообще, ну... По курительным свойствам пока что никаких нареканий у меня нет. То есть, всё курица, всё продувается, клапан работает отлично. То есть, ну... Всё вполне нормально. Единственный момент, опять же, по материалам. Ну, блюдце, ну, вообще... Устает. Нет, вот видишь, его прижало немножко. Оно как-то заняло свою форму. Но всё равно. Ну, гудели там, он слишком тонкий. Ну, хотя, может, это нам важно. Опять же, гордость берёт за украинских ребят. То, что они выпускают что-то. Пусть это не такого хорошего качества, как там хотелось бы нам всем. Но, тем не менее, люди стараются по курительным свойствам. Ну, просто супер, курица, всё, всё отлично. Единственный момент, вот, с мундштуком, он тоже песочная краска вот эта вот. Да. И не очень приятно это на губах. То есть... Да не то, что им сюда бесит. Надо, не, надо одеть просто одноразовую еду. Просто одноразовую нундштук, и всё будет в порядке. Ну, блин, тянется легко, всё, всё отлично. Сейчас ещё такой небольшой эксперимент поощрить, пожалуйста. Хочется посмотреть, что будет с Блюксом, если на него положить губы. Чисто вот ради интереса. Потому что смущает это покрытие всё равно. Как ни крути. Что-то новое, да, увидели, сразу. Хочу бы проверить, покусать. Ну, оставь на месте, не надо долго. Посмотрим. Забыли вот сказать по стоимости. Хочу бы. Друзья, стоимость этого кальяна 1900 гривен. На сегодняшний день заявлено, да? Ну, как-то... Немножко меня это смущает. Да, если кальян Эмми можно купить, сейчас у нас примерно 1600 гривен. Это 630-й, да? То, ну, просто кальян в полном сборе с... Ну, здесь тоже полный сбор ключ. Да, вот. А там уже есть и чашка. Как бы кто-то мне не говорил, плохая, хорошая, не знаю. Чисто как по мне, чашка достойная. Её можно забивать, можно уберить, и всё в порядке. Ну, здесь мы видим вот такой эффект. Хотя с другой стороны, да? Сюда можно купить абсолютно любую колбу, которая у вас есть. Да, если же вы эту забьёте, то есть вообще не проблема поменять. Всё подходит, всё на резинке тут. В этом плане, конечно. Вот, собственно, такой есть эффект, то что от груза какой-то идёт дымок непонятно. Ну, возможно, это уголёк. Да вот, не знаю. Да, друзья, и чувствуется какой-то посторонний запах, но, возможно, это запах непрогретого металла. Краска вроде на месте. На месте, всё, с ледов. С ледов я не вижу. Ну, ставь на место угол. В принципе, я... Когда говорить хочешь? Ну, такой небольшой эффект дым дымовой полышки. Ну, в принципе, всё нормально. В целом, колен неплох, опять же, смотрится хорошо. Вот, кстати, прикоснулся к нему, он горячий. Ну, дым, дым же не тёплый. Ну, горячий вверху. В принципе, мы только что сравнивали с коленом Эмми. Эмми полностью шахта горячая. Поэтому вверху горячая, внизу прохладная, всё нормально. Ну, дым-то не тёплый, это главное. Ну, что можно сказать? Ну, интересный такой экземпляр в коллекцию поставить. Как бы, не знаю, насчёт работы с ними в кальянной. Ну, всё-таки, да. Оно где-то, что краска облазит. Во-первых, резьба, во-вторых, краска облазит. Ну, есть такие нюансы. Ну, можно поставить, попробовать, да. Ну, что прикольный, не тяжёлый. Удобно, удобно в руке сидит, всё-всё хорошо. По длине, ну, стандарт такой, на среднем. Ну, опять же, удобно то, что он полностью раскручивается, а его можно полностью промыть, прочистить. Как вам удобно вообще это сделать. В сравнении с другими кальянами этого нельзя сделать. Поэтому, в принципе, это классно. Ну, опять же, в сравнении с другими, я говорим салон не со всеми. Эмми, Каева, ну, не резьбовых, скажем так. Ну, и смущает, опять же, его цена. Ну, по-моему, она слишком завышена. Я думаю, наши люди за такие деньги лучше будут покупать брендированные кальяны, но уже более известные, более проведенные. Ну, а так, в целом, продукт неплох. Курица, опять же, мою супер. Ну, в общем, все плюсы и минусы мы назвали. Поэтому следите за нашими новостями. Подписывайтесь на наш канал. Всего вам хорошего. Курите дымных вам покуров. С вами был Антон. Стос. И Блок Флейверс. Пока!